Друзья мои, всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать именно о том, чем я занимаюсь. А самое главное, начало заниматься в последнее время, это страхование. Страхование полностью все виды, в чем и как и что это такое. Прежде всего затронем вопрос о страховании автомобилей, или же мы делаем сейчас обязательное страхование, называется ОСАГО, то есть мы страхуем свою ответственность перед третьими лицами. Рассказываю подробнее или скажем так по-простому. Мы страхуем свою ответственность, если мы ударили, если мы едем и случайно из-за наших действий кто-то пострадал. Если пострадал от этого чужой автомобиль, чужое имущество, в данном случае это именно автомобиль, и если пострадал от этого, пострадало здоровье других людей, тех, которые находились в автомобиле. Вот это и есть вот та обязательное страхование, которое закреплено законом в нас, в Украине, и в европейских странах, в большинстве стран Европы, почти во всем мире, во всех прогрессивных. Значит, в принципе, я хочу сказать теперь и следующее. Это хорошо, что ввели эти страховки, обязательное страхование, когда мы страхуем свою ответственность. Конечно, много есть разных страховых компаний, есть добросовестные, есть недобросовестные, есть те, которые скрываются. Одни компании берут просто деньги и затем скрываются, затем уходят от ответственности, от выполнения своих обязанностей, те, которые они взяли. И тогда, конечно, за них эту роль берет моторотранспортное бюро Украины, которое должно вычкодовывать и выплачивать эти все, скажем, все денежные траты, которые произошли в результате действия третьих лиц. Какие же бывают еще страховки? Это то, что я сказала. Значит, первое, ОСАГО. ОСАГО это то, к чему, то, что мы должны обязательно делать в любой стране, то, что у нас должно, мы должны застраховать свою ответственность перед третьими лицами и за это переложить свои проблемы на страховую компанию. Ну, а, конечно, лучше всего ездить безаварийно. Это приветствуют все страховые компании. И понятно, что лучше застраховаться и быть спокойным, и не попадать ни в какие стрессовые ситуации, потому что любой страховой случай – это стрессовая ситуация. Какие же есть еще, кроме ОСАГО, какие есть еще страховки? Можно застраховать свой автомобиль, называется ЦИВИЛКА, сделать мини-каско. Мини-каско – это когда застрахован ваш автомобиль в случае ДТП. Есть, конечно, и полная каско. Полная каско – это если вы страхуете автомобиль не только при ДТП, а при всех страховых случаях. Страховые случаи – это может быть упала где-то ветка, камень влетел в стекло и так далее, и тому подобное. Естественно, в сумме, в страховых выплатах совсем разные суммы здесь, поэтому и стоит, и заплатить надо первоначальный взнос намного больше. Есть, конечно, страховые еще какие есть. Есть зеленая карта. Зеленая карта – это когда вы страхуете свою ответственность. При выезде за рубеж, она именно зеленой и делается, поэтому и называется зеленая карта. Когда вы выезжаете Россия, Азербайджан и страны России, мы ее называем просто Россией, Россия, Азербайджан, и третья страна там у нас будет, Молдова и Европа. Точно так же можно страховать в бизнесе недвижимость, свою недвижимость, здоровье от различных заболеваний, на случай заболеваний, на случай заболеваний коронавируса. Сейчас очень много компаний предлагают такие страховки. Если вы не заболели, это прекрасно. Но если вы заболели, вам предстоят траты тогда, и тогда, конечно же, страховая сумма будет полезной. Полезной в том случае выручит финансово. Не надо будет искать где-то денег. Если вы заплатили, например, 500 гривен, а у вас покрывает страховая сумма на 50 тысяч гривен, в случае болезни это уже получается подспорье финансовое для лечения, для покупки лекарств и оплаты лечения. Но если вы не заболели, то на сегодняшний день 500 гривен, 500 гривен, сами понимаете, два раза сходить в магазин. Что еще мы можем застраховать? Можно застраховать туристов во время путешествий Украиной или за рубежом. Можно застраховать разные виды ответственности. Есть такие виды ответственности, которые обязательно. Это, например, нотариус, некоторые виды юристов, врачи. Поэтому они страхуют свою ответственность на определенную сумму. Точно так же некоторые работодатели в последнее время начинают страховать здоровье своего коллектива. Это очень хорошо и очень приветствуется в коллективе, потому что вкладывает он небольшую сумму по 200 гривен на своего работающего, а покрывает эта сумма на 20 тысяч гривен. То есть тоже неплохое финансовое укрепление во время болезни. Если человек не заболел, это прекрасно, это слава Богу, значит, иммунитет здоровый, ну и 200 гривен, раз сходить в магазин. Что еще можно рассказать об страховании? У нас есть страхование Бестдоктор, программа Мое Здоровье. То есть очень много разных видов страхования. Если, например, сверху у вас живет, вы живете в многоквартирном доме, многоэтажном доме, и вы не застрахованы от вашего верхнего соседа, который может быть, а вдруг у него маленький ребенок, и он везде бегает, открыл краны, а воду как раз перекрыли. Все забыли об этом, ушли на работу, вы ушли на работу, приходите, а вас затопило. И вроде бы никто не виноват в этом случае. Конечно, вы начнете предъявлять претензии к своему верхнему соседу. Неизвестно, сколько у него есть денег. Он будет говорить вам, он хороший ваш сосед, он будет говорить, я не против, да, я буду компенсировать, но у меня сейчас нет денег, я не знаю, что делать. И как вот быть в таком случае? А в таком случае есть страховка, где можно застраховать свою квартиру, где можно застраховать свою ответственность, чтобы случайно не было такого же вопроса, когда вы абсолютно не надеясь и непредумышленно можете затопить своего соседа. Поэтому я считаю все-таки, что страховки должны быть, точно так же, как возьмем обыкновенные вот такие вот жизненные ситуации, когда человек альпинист, альпинист, который хорошо ходит в горы, который знает, как он всегда страхуется. Вот то же самое и страховка. Страховка – это страхование. Лучше, конечно, чтобы не случались никакие страховые случаи, но в жизни бывает всякое. Друзья, это жизнь. Вот так вот хотела сегодня вас просветить, что такое страхование, какие бывают страховые компании. Поэтому, если есть у вас вопросы, спрашивайте, пишите мне. Кто не подписался еще, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в эфире. Всем пока-пока. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok